Модель ЧЗ-452-2ЗКМ. Модель очень достойная. ЧЗ-455 практически полностью повторяет за модель 452. Они есть просто на любой вкус и цвет. Вот три, так скажем, самых ярких представителей этой модели. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Тюхсяев и снова приветствую вас в студии Альянс Медиа. Сегодня я хочу рассказать про некоторые модели малокалиберных винтовок компании ЧЗ, чешской сбруёвкой из Чехии. И предысторией этого ролика будет небольшой рассказ о модели ЧЗ-452-2ЗКМ. Эта винтовка давно уже зарекомендовала себя как надёжное и очень качественное оружие в калибрах 22ЛР, 22ВМР и 17ХМ. Она была тоже представлена в разных модификациях, но основа, основа это ствольная коробка и затвор, они, конечно, на базе вот этой модели 452 были все одинаковые. Модель очень достойная и очень много положительных отзывов слышал не только я и многие наши представители нашей компании Альянс. И от охотников, стрелков и вообще оружейников хочу сказать только похвальные слова в адрес этой модели. Сейчас компания ЧЗ перестала выпускать эту модель. ЧЗ-455 практически полностью повторяет, за некоторым исключением, модель 452-ю. И изменения эти небольшие я о них говорил в предыдущих видео. Если вы внимательно смотрели наши ролики, то вы, наверное, знаете, немножко отличается затвор. Можно сказать, что оружейники из Чехии сделали вот эту вторую модель малокалиберной винтовки не хуже, чем первая. Что, согласитесь, не так уж и просто. Не испортить, так скажем, последующую модель. Долгое время тоже уже продаем эту модель. Она бывает в различных абсолютно модификациях, их насчитывается очень много. Они есть просто на любой вкус и цвет. Вы даже видите, что у нас есть вот такая модель интересная в ламинате полосато-серо-желтая. Я хочу сейчас вам представить три, так скажем, самых ярких представителей этой модели. Возможно, что еще какие-то есть. Но сегодня мы представим вот эти три единицы. Это ЧЗ-455 Скаут. Это ЧЗ-455 ФС, фолсток так называемый. И ЧЗ-455 Том Холли Йеллоу. Подробно о каждой модели я сейчас расскажу. ЧЗ-455 Скаут достаточно бюджетная и простая модель в калибре 22ЛР. Вы видите, что она выполнена вот в таком боковом исполнении ложи. И все преимущества 455 модели в ней присутствуют. То есть затвор вот этот вот замечательный. И на стволе мы видим регулируемый по горизонтали целик, а также регулируемый по вертикали мушку, которая закрыта вот таким открытым намушником. Также на этой модели присутствует колпачок, который закрывает у нас сейчас резьбу для того, чтобы можно было, допустим, накрутить дульный тормоз или пламегаситель. Резьба для тех, кому это интересно, 1-2 на 20. Присутствует так называемый макет магазина, потому что модель предназначена для стрельбы одним патроном. То есть патрон заряжается не из магазина, а заряжается прямо через окно экстракции, вот отсюда. Что можно сказать по поводу этой модели? Она в связи с тем, что у нас такая достаточно серьезная сейчас санкционная политика в стране. И патроны не дешевеют, а только дорожают, вы это знаете лучше меня. Поэтому вот эту модель часто используют для того, чтобы обучить будущего охотника или стрелка стрельбе, так скажем, нарезным оружием, но более бюджетным. Для того, чтобы можно было использовать эти малокалиберные патроны, которые гораздо дешевле стоят, хорошо подходят для обучения молодых людей, желающих в будущем связать свою деятельность, допустим, со стрельбой или в будущем собирающихся охотиться. Естественно, они будут проходить этот пятилетний срок пользованием оружием водкоствольным для того, чтобы получить лицензию на нарезное оружие. Но предварительно в стрелковых клубах им предлагают эту модель для того, чтобы можно было очень эффективно, очень качественно привыкнуть уже к нарезному оружию. Хочу показать, как он ложится в плечо хорошо. Даже при таких размерах я прекрасно вкладываю с него. Прицельная планка достаточно длинная с таким небольшим стволом. Предохранитель на этой модели двухпозиционный. В положении переднем и закрывая вот эту красную точечку на ствольной коробке, мы ставим наше оружие на предохранитель. Снимая предохранитель и производим выстрел. Если мы хотим сделать холостой спуск, тогда в последнем движении ручки затвора нажимаем просто на спусковой плечет. Следующая модель это модель так называемая FS-455FS Full Stock. Вы уже наверное понимаете о чем идет речь. Full Stock это длинное цевье или полный приклад так называемый. То есть когда вся ложа закрывает металлические части нашего оружия, в данном случае ствол. На конце удульного среза есть еще вот такой дополнительный пластиковый наконечник, который закрывает уже попадание влаги и грязи вот в эту часть. Ложа сделана у нас из ореха. На ней сделана насечка в районе цевье и рукояти лазерным способом. Очень удобно по хвату. Для чего у нас используется вот этот Full Stock? Она еще называется альпийской винтовкой. То есть это оружие используется для, так скажем, для более суровых условий гор или предгорий, где кругом у нас скалы и камни, и где можно легко повредить ствол оружия, задев за какую-нибудь каменную выступ. Поэтому защищена с нижней стороны деревянной ложой. И это помогает нам, во-первых, положить для прицеливания эту ложу на какой-то упор, в том числе и на камень. А также очень удобно в любом положении. Вы беретесь не за ствол, в зависимости от того, у кого какая хватка, у какой хват у каждого охотника индивидуальный. Поэтому он может в любом положении взять. И хочу сказать, что линия прицеливания здесь уже побольше, чем у скаута. Все-таки длина ствола здесь 525 мм. Очень качественно регулируемый по горизонтали и вертикали целик. А также регулируемый по вертикали мушка. Закрытый вот таким оригинальным ЧЗТ-овским намушником. Все то же самое, как и у предыдущей модели с затвором. Повторяться я уже не буду. За исключением того, что магазин здесь уже на 5 патронов. Он вот такой пластиковый. Достаточно легко извлекается нажатием на клавишу. И точно так же до щелчка ставится обратно. Данная модель тоже очень серьезно зарекомендовала себя на нашем оружейном рынке российском. Пользуется большой популярностью. Теперь хочу рассказать, перейти к третьей модели. Эта модель совершенно точно еще никто не видел эту модель. Она абсолютная новинка. Она появилась буквально в сентябре этого года у нас в России. И эта модель называется Tom Holly Yellow. Yellow название мы видим, это желтый цвет, использованный в ламинированной ложе. Но не только это отличает эту модель вообще от всех остальных, которые присутствуют у нас на столе. И от тех моделей Tom Hall, которые существуют. И мы уже о них рассказывали в предыдущих видео. Значит, первым делом хочу сказать про ствол. Что ствол у нас здесь фарминтовский. И он с канелюрами, так называемыми, долами. И заканчивается ствол вот таким вот пламя-гасителем, который накручивается на резьбу. Резьба тоже кому интересно, 1,2 на 20. Затвор здесь точно такой же, как у всех ЧЗ-455. Это, так скажем, стандарт. И очень приятно, что этот затвор работает на всех моделях. Замечательно, отлично. Но здесь очень важно сказать другое. Что эта модель уже однозначно инновационная. Потому что в нее уже внедрен и адаптирован вот этот новый регулируемый в нескольких положениях ударно-спусковой механизм. Который называется Fly Trigger. Его возможно отрегулировать, прямо не снимая лажу с помощью шестигранника. Как переднюю часть, первую часть фазу нажатия спускового крючка и усилия ее. Так и последующую после спуска фазу движения спускового крючка. Можно отрегулировать, чтобы он сразу же работал, как шнеллер. Можно включить шнеллер, он у нас есть и присутствует здесь. И это очень сильно отличает эту модель от всех остальных. Также хочу показать вам, что здесь уже использована не классическая, простая гарда спускового крючка, как на всех предыдущих моделях. А здесь она уже вот такая интересная алюминиевая. Тоже в цвете выполнена по названию этой модели. На крышечке магазина тоже существует такая накладка желтого цвета, на которой написан калибр 22LR и значок Чезета. Защелкивается она точно так же и лапка выброса магазина тоже вот здесь желтого цвета, сделанная из алюминия. Это очень значительно отличает эту модель от всех остальных. Она у нас будет представлена на выставке. Она изготовлена из переклеенной фанеры. Переклеенная фанера сделана двух цветов. Вы видите, черного и желтого цвета. Это все в прессе запрессовывается, склеивается из нее, потом изготавливается с помощью фрезерования вот этого вот ложа. Для прицеливания очень хорошо ложится. То есть большой палец руки вкладывается вот в это отверстие. А очень удобная крупная рукоять пистолетная захватывается тремя пальцами руки. И палец, который на спусковой крючок, дает возможность мне совершенно спокойно уложить его. И с моими длинными пальцами это очень хорошо делается. Значит, на этой модели вы уже видите, не предусмотрены прицельные приспособления, так как ствол Варминт. Но есть на ствольной коробке и как на всех остальных моделях есть фрезеровка ласточкин хвост. Для того, чтобы можно было установить какие-то прицельные приспособления. И любые кольца, любые планки, которые вам необходимы для того, чтобы ваше прицельное приспособление поставить на эту модель. Зная о том, что у нас такой мощный тяжелый ствол и прицельные приспособления, вы понимаете, что эта модель, естественно, уже более дальнобойная, то есть более точная на длинные расстояния. И, возможно, с ней охотиться, ну, я думаю, что уже больше 250-300 метров это попадание будет точным. В октябре этого года, в переуз с 11 по 14 октября в Москве, в самом центре столицы, в гостином дворе, будет подходить очередная, 15-я по счету выставка Армсенхантинг, в которой мы всегда участвуем. Каждый год наша компания Альянс представлена там на нескольких стендах. В этом году мы будем представлены на одном большом стенде Д-40. Все эти модели, все новинки, которые у нас присутствуют в этом году, которые мы получили от разных производителей, в том числе и от ЧЗ, мы, естественно, будем очень подробно и популярно вам показывать и рассказывать про них на этой выставке. Радушно примем вас на нашем стенде Д-40 и расскажем про наши новинки. Подержать их в руках, потому что их всего 5 единиц, допустим, пришло вот этой модели в этом году еще только, советую побывать на выставке и пообщаться с нашими опытными специалистами не просто в продаже, а специалистами-оружейниками, которые вам расскажут об этой модели все, что вам интересно. На этом хочу закончить. Всего доброго. До встречи на Альянс Медиа и до встречи на выставке Армсенхангель в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова